Добрый вечер, дорогие друзья! Евгений Гордеев из города Героя Смоленска. Друзья, вы не заметили, что в российской глубинке прорастают ростки нового отношения к нерадивым чиновникам, нового обращения с ними, такого, какое давным-давно у себя в Беларуси насаждает наш батька. Почему говорю наш? Потому что мне импонирует очень так, как он это делает. Речь идет о Лукашенко в Беларуси. В Первоуральске во время совещания, прямо во время совещания в прокуратуре по вопросам жилищно-коммунального хозяйства был задержан, жестко задержан, с наручниками за спину, исполняющий обязанности директора Горводоканала Сергей Матафонов. Он подозревается в получении взятки, сумма которой, по данным местных средств массовой информации, составила 250 тысяч рублей четверть миллиона. Деньги якобы ему дал предприниматель, который занимается сантехническими работами в этом городе. В Следственном комитете задержание топ-менеджер не комментирует в Горводоканале, в этом тоже не комментирует, а мы прокомментируем. Задержание прошло на фоне масштабных проблем с водоснабжением в Первоуральске, которое наблюдается с прошлого года. То есть масштабные проблемы наблюдаются с прошлого года. Задержание временно исполняющего обязанности директора Горводоканала Сергея Матафонова во время совещания в прокуратуре было снято местной телекомпанией Интерна ТВ, и я вам покажу этот сюжет далее. Давайте пока что послушаем мои комментарии по этому поводу. На кадрах этого сюжета видео видно, что прокурор Первоуральска Владимир Курочкин сказал топ-менеджеру о том, что у следственных органов к нему есть большие претензии. Он сказал прямо следующее. Я прошу руководителя следственного отдела принять меры процессуального характера в отношении Матафонова. А затем в помещение зашли люди в форме с автоматами. Один из них сообщил Сергею Матафонова о том, что в отношении неувозбуждено уголовное дело по статье 290 Уголовного кодекса получения взятки. А двое оперативников со словами встаем, руки за спину, скрутили голову Горводоканала и вывели из помещения. Вывели так, что, ну честно говоря, мороз по коже. Напомним, Сергей Матафонов был назначен на должность исполняющего обязанности директора водоканала лишь всего лишь несколько дней назад, а именно 6 февраля. А до этого занимал должность заместителя директора этого предприятия. Он сменил на этом посту Артура Гузаирова, которого по решению мэра Первоуральска Игоря Копца отстранили от должности в связи с крупными авариями в городской системе водоснабжения. Глава города поручил Сергею Матафонову в кратчайшие сроки решить проблему с затоплением канализации в жилых домах и продолжить ежедневный мониторинг качества водоснабжения. Вот он и продолжил. Представители водоканала воздержались от комментариев, как я уже говорил. Данным вопросом занимаются следственные органы и учреждения. Это водоканал продолжает работу в штатном режиме, чтобы в первой уральсе не беспокоились после этого моего ролика. А здесь, значит, идет полная перезагрузка водоканала. Так сообщили в пресс-службе администрации Первого Уральска. Мэр города Игорь Кобец добавил, что директором этого предприятия в городоканала будет назначен Денис Ярин, родной брат министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина. Ух ты какой! Честно говоря, друзья, я вам скажу по секрету, что мне страшно противно, когда в какой-то областюшке, так сказать, ну пусть даже в нашей Смоленской, все эти департаменты там или управления какие-то переименованы в министерства. На мой взгляд, это еще больше усугубляет и способствует разобщенности, так сказать, России, понимаете? Министерства должны быть там, в Москве. А зачем, так сказать, в какой-то области, там в Смоленской, Брянской, Тверской, или вот здесь вот в Свердловской, нужны министерства какие-то, понимаете? Министр там лесной промышленности, министр сельского хозяйства, министр вот тут вот сантехники, или так сказать, как его там зовут, международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. Ну дикость какая-то, понимаете? Ну, нас и так пытаются разобщить, растащить в разные стороны, сдира 40 там с чем-нибудь регионов, неуправляемых из Москвы, а тут еще везде министерства. Поэтому мне понравилось, когда в свое время, значит, выступил Рамзан Кадыров и сказал, я не хочу быть президентом Чечни, я хочу быть главой администрации Чеченской республики, потому что президент у нас один, Владимир Путин. Так и тут. Везде министерства. Проблема с водоснабжением в Первоуральске наблюдается с прошлого года. В середине лета местные жители жаловались на грязную воду из-под крана, резкий, вонючий, неприятный запах. В сентябре Российское экологическое общество отобрало пробу воды в Первоуральске, отправило для исследования в разные лаборатории. Независимые специалисты этих лабораторий обнаружили высокий уровень загрязненности воды, Первоуральский запах превысил норму, ну вот это, в два раза, а мутность в семь раз. Оказались завышены показатели предельно допустимых концентраций марганца и железа. Тогда мэр Игорь Кобец объяснил проблемы с качеством водоснабжения аномально жаркой погодой. Ну всегда у чиновника есть какие-то объяснения, лишь бы ни за что не отвечать. А в октябре СКР возбудил уголовное дело по части 1.1.1 ст. 213 УК. Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба. По факту вот этой вот грязнючей и вонючей водопроводной воды. Прокуратура объявила предостережение главе Первоуральской Игоря Кобцу о недопустимости подобных нарушений. Ну здоровье людей, ребята, здоровье людей прежде всего. Горводоканал был штрафован за нарушение правил крупному штрафу. Прокуратура обязала провести перерасчет платы людям на 5,2 миллиона рублей в связи с некачественными услугами по водоснабжению. А в октябре прошлого года, кроме того, прибавилась авария на Нижнесергенском водоводе. Без воды осталось до 54 тысячи первоуральцев. А в декабре 2023 года, то есть перед Новым годом, из-за аварии на водопроводе пострадали жители 129 домов этого города. Ну, конечно, в итоге, видите, что лопнуло терпение и у прокурора, и у всех остальных, так сказать, силовых начальников. В конце января нынешнего уже года городской суд Первоуральска удовлетворил иск региональной природоохранной прокуратуры и оштрафовал местный водоканал на 80 уже миллионов рублей за причинение вреда почвам. Тогда инспектор установил, что водоканал загрязняет почву различными веществами. Кадмием, кальцием, магнием, медием, мышьяком, серой и другими. Так что я сейчас вам покажу эти веселые кадры задержания. Похлопаем и скажем, везде бы так. Я думаю, что и у следственных органов есть к вам большие претенции. Поэтому я напрошу руководителя следственного отдела принять меры продукционного характера в отношении матафона. Прошу вас, спасибо. Прошу вас, спасибо. Прошу вас, спасибо. А с вами был Евгений Гордеев из города Героя Смоленска. Пока.